Привет! Во-первых, давайте определимся с терминами, что значит сложный бит. В этом конкретном видео это значит бит, в котором много разнообразия и довольно много инструментов. Во-вторых, почему долго не было видео? Потому что зима, потому что простуда. И давайте, в общем-то, приступим к битмейкингу, но, как обычно, в-третьих, напоминаю CloudRap 1.2 видеокурс, чтобы сказать, напиши мне, он от А до Я, подробнее в конце видео. Приступим. Итак, по поводу сложности. Здесь вы видите довольно среднее количество звуков, а конкретно шесть инструментов. Да, это довольно много. Мы что-то, скорее всего, будем добавлять, но пока это такой базовый набор. Это Nexus, Electro, Amnisfere, Duna и вообще. Nexus, Flate. Куда же без Flate? Все современные биты должны быть с Flate, потому что Flate это просто звезда современного рэпа, вне зависимости от материала, из которого она сделана. Ладно, Electro, такой pad, Electro, такой plug, колокольчик, колокольчик, что-то типа Music Box, но непонятно, короче. Такой интересный звук. Из этого мы сейчас что-нибудь будем лепить. Вы можете сказать, но это же все звуки с ревером, это читерство. И будете совершенно правы. Начнем с мелодии. Основная мелодия у нас будет на вот этом колокольчике, на Dune. Кстати, когда этот проект наберет 2000 лайков, то есть этот видос наберет 2000 лайков, я выложу этот проект, и вы сможете поковырять все эти пресеты, посмотреть, что тут как устроено более подробно. Итак, у нас Scale Re, натуральный минор, он же Aeolian, и тональность Re минор, наверное. Хорошо. Мелодия будет звучать примерно так. Очень сложная, очень серьезная и мощная мелодия, я так считаю. То есть вы могли заметить, что я немножко читерю и использую полутона, а первые два звука вообще у меня повторяются. Да, это читерство, но, по крайней мере, если у нас будет очень-очень много замудренных мелодий, то это будет звучать очень странно. Но за счет того, что у нас будет большая полифония, то в целом вот эти сочетания звуков, то есть получается у нас будут на разных инструментах, строятся интервалы друг с другом, и это будет звучать круто. Но, может быть, и не будет. Посмотрим. Сойдет. И приступим к следующей мелодии. Следующая мелодия у нас будет на типа музыкальной шкатулке. Вы могли заметить, что это прям совсем натуральное читерство, потому что у нас есть аккорд, который, по сути, аккорд ре минор, к которому я дописываю звуки, которые у нас используются основной мелодией. Но мне нравится, как это звучит. К тому же, сейчас мы сделаем такую вещь. Alt-S. А на этом инструменте мы сделаем следующую вещь. Для удобства перейдем в следующий паттерн, и просто вот так будем строить тоже интервальчики. Отлично. Мне нравится. Можно сделать Ctrl-L и перенести на октаву вниз. И еще сделаем вот так. Нет, не так. Что я сделал? Смотрите. Мы взяли основную мелодию на колокольчиках и к ней прописали интервалы. То есть вот так выглядит этот аккорд. Ля, в данном случае, это третья нотка от аккорда ре минор, который использован у нас как основной. И все остальные интервалы строятся по тому же принципу. Возвращаем это в наш первый паттерн. Слушаем. Получаем такую безумную кукофонию из колокольчиков и идем в следующий паттерн. Пропишем Pet. Pet будет вообще супер простой. Он будет только как задний фон. А этот инструмент у нас будет отыгрывать аккорд тоже. Он тоже будет с диким страмом. И еще у него будет одна функция дополнительная. И на полтона вверх. Добавим ритмического элемента в мелодию и эта нотка будет отыгрывать вместе со снэром постоянно. Вот мы получили такой дикий паттерн и нам нужно проверить, все ли в нем ок. Давайте все это сразу сбросим на микшер для удобства. Ctrl-Shift-L и переключим здесь в режим Mono. И слушаем. Что я сейчас проделал? Я сейчас проделал такую штуковину. То есть нам нужно понять, все ли звучит ок и нет ли лишних звуков. То есть мы переключили в Mono и по очереди выключили каждый инструмент. И не было такого действия, после которого ничего не изменилось. То есть если вы переключаете в Mono один из своих инструментов, выключаете, и звук не меняется совсем, то это значит инструмент тут в принципе не нужен. То есть он не несет никакой пользы. И в режиме Mono он маскируется с помощью другого звука. То есть когда инструменты звучат полностью на одной частоте, грубо говоря, это небольшое упрощение. Если инструменты звучат полностью на одной частоте и один звучит чуть громче другого, то между ними конкретный частотный конфликт. И вместо того, чтобы потом его решать сведением, то почему бы просто его не создавать и заменить инструмент, который полностью исчезает в Mono режиме, чем-нибудь более интересным. Или просто его убрать, чтобы микс был более легким. Так что у нас таких звуков нет. И давайте перейдем к Flate. Она тут будет, ну не знаю, она будет задавать какой-то небольшой тоже ритмик. А это будет все вот так вот. Переключимся на одну треть и сделаем вот так. Ага, отлично. А эти будут такие более цепкие звуки. Вообще не знаю, мне очень нравится использование коротких звуков. Переключимся снова на Line для удобства. А этот будет длинным. Вот так. Сразу сделаем групповой канал всех наших инструментов. Да, все отлично. Теперь стоит перейти к ударным. Итак, в чем еще особенность сложных бытов? В сложных бытах всегда много звуков. Это как ударные звуки, так и фиксы и прочая какая-то такая лабуда. И для вашего удобства я предлагаю вам их называть самостоятельно. То есть у нас есть хеты, в которых изначально было вот такое вот странное имя, которое мне кажется неудобным. То есть оно длинное. Потом оно будет занимать место на микшере. Короче, легче просто нажать на звук, нажать F2. И переименовать его в нашем случае в Open Head 1. Следующий этап, который я предлагаю вам сделать, это выставить их в Channel Rack, он же Step Sequencer, таким образом, чтобы они были группами. Или по степени важности, не важно, как вам удобно. Для этого выбираем Alt и двигаем звук вверх или вниз. Сейчас мы их тоже сбросим на микшер. Для удобства сразу же Ctrl-Shift-L. Бац! И сразу они названы на микшере. И у нас все удобно. И они расположены сразу группами. Можно начать со снера. А следующий будет играть. И обязательно вот такой паттерн сделаем. И смотрите, что мы можем еще сделать для того, чтобы разнообразить наш бит. То есть мы можем сделать вот так. Но мы можем использовать для Open Head тоже слайд-ноты. И они могут вести у нас не только по тональности куда-то, но и по панораме, но и еще дополнительно по громкости. То есть как мы можем сделать? Например, сделаем вот так. Сделаем это слайд-нотой. Убавим по громкости ее до такого состояния. И отправим на право. И мы можем сделать, например, со следующим звуком то же самое. Только не влево, а вправо. И получить вот такой звук. То есть они по очереди влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Мне такой вариант нравится. И можем все немножко убавить. Также мы можем поработать с дополнительными открытыми хэтами. Для удобства можем его нормализовать и настроить анбеллоп. И можем сделать, например, вот так. Ctrl-U на 1,3 и вот так. И чуть пониже, к примеру. И сделаем в конце, например, пробежку какую-нибудь. Вот так. И, конечно, мы можем настроить для всего этого панораму. Например, этот отправить чуть сюда. И, например, мы можем все это скопировать. И если вы хотите развернуть панораму, то есть чтобы здесь все было слева-справа, слева-справа, а здесь наоборот, жмем Alt-X и Multiply делаем на минус-минус-минус-минус-100. Вот. То есть 100% это посередине, а так это 200%. Минус 100. Окей, все. Получили вот такой вот паттерн. И здесь пробежечку, например. И здесь делаем типа поддержку пробежки на open-hat. Вот так. Звучать это будет вот все вместе. Особенно, если ее как-нибудь спанорамировать. То есть вот эти пробежки, например, вот так. Вот так и вот так. К примеру. Вот так. Копируем на следующий. Эти два кика вроде как не в противофазе друг у друга. То есть они друг друга не... Короче, они друг из друга не вычитаются. Вот что я хочу вам сказать. Итак, давайте приступим к басу. Так. Сократим его для удобства. Попробуем так еще. Да-да-да-да-да-да. Вот оно. Вот так. Нет. Послушаем это все с ударными. Еще, конечно, можно поковыряться с слайд-нотами для панорамы. Давайте для этого возьмем снова отдельный паттерн. Но они хорошо работают только для коротких слайдов. Ну, по-моему. Мне так кажется. Например, вот так. И они особенно хорошо работают, когда они влево-вправо идут. То есть мы сделали здесь сначала вправо, потом влево. Но после этого мы поставили ноту слайдовую, которая является тоже нотой ре. И просто она отличается от вот этой слайд-ноты тем, что она возвращает наш бас на центр. Мы все прописали. Ну, как, почти все. Мы можем прописать еще одну партию баса, скажем так, облегченную. Кстати, мы можем для этого использовать новый клон баса. Для этого Ctrl-C. Нет, не Ctrl-C. Просто правой мышкой и клон. И, например, подкоротить еще сильнее. Ctrl-C, Ctrl-V. Этот отключаем. Ну, второй паттерн баса — это совершенно такая необязательная блажь. Можно просто добавить в качестве дополнения пэт-бас. Чем мы сейчас и займемся. Для этого возьмем Silent. Давайте послушаем, как звучит все вот это наше безобразие. Только не с 808 басом, а с пэт-басом. То есть отключаем 808 и слушаем. Он тихий, и поэтому сразу накинем на него вейвшепер. Просто, чтобы он стал погромче. И помощнее. И мы слышим, что местами он не в тон. Хорошо. У нас получается очень много разных паттернов. Зачем это нужно? Для того, чтобы мы могли максимум разнообразия вытащить из этого бита. То есть ударные у нас получились, конечно, не супер разнообразные. Но, тем не менее, они хоть как-то звучат. Мы это все пропишем в плейлисте. Я понимаю, что, скорее всего, этот бит не на 100% соответствует ожиданиям вашим от сложного бита. Но, простите уж. И вообще, лайк, если бит уже нравится. Напишите об этом в комментариях. Кстати, мне тоже будет интересно написать. Прочитайте в комментариях, как вы считаете, что, как обычно, этот бит получился бездарным, просто куском невнятной субстанции. Или он вам понравился. Ну и, в общем-то, теперь мы можем собрать все это воедино в первом паттерне. И сделать такую важную вещь, как Split by Channel. И все это перенесем в плейлист. Теперь мы можем начать собирать структуру. Например, начнем мы это все вот с этого. Вот так. Что у нас будет Half Time на нашем колокольчике. И сразу мы ему запилим низ. Потому что мы можем это сделать. И это еще не сведение. Это просто, чтобы он чувствовал себя получше. А здесь у нас будет Gross Beat. Возьмем какой-нибудь пресетик. Сюда же мы повесим Fruity Balance. Для того, чтобы пойти в плейлист. Куда нам еще идти? Кроме как в плейлист. Сделаем Create Automation Clip на панораму. Сюда жмакнем. LFO включаем. Можем хоть 100% поставить Amount и Speed побольше. Вот так. Можем хоть на мастер бахнуть Decimort. И сделать вот так. Только нам нужно еще на мастер будет бахнуть OneNoFilter. Чтобы это вступление было красивым и крутым. Сейчас мы нарисуем ему красивую автоматизацию. Для этого идем в OneNoFilter. Жмем вот сюда. Крутим. Делаем Create Automation Clip. Делаем вот так вот. Начинается будет он с такого, настолько открытого фильтра. Нет, будет с более закрытого фильтра постепенно открываться до этого момента. Вот так. Я забыл возобновить запись после того момента, как она закончилась. Так что давайте-ка мы с вами сейчас решим, что я сейчас сделал. Я повесил на мастер Decimort. А чтобы сделать красивый выход из него, я дополнительно повесил в OneNoFilter, чтобы еще он начинался из low-pass. У нас все играет с пэт-басом. И чтобы замаскировать выход из Decimort, чтобы покрасивее все звучало, я сделал еще вот такую штуку. Чтобы у нас здесь был момент абсолютной тишины. Подходя именно к рецепту сложного трэпбита, я хочу вам сказать, что рецепт этот заключается в том, чтобы просто грамотно использовать то, что у вас есть. Сложный трэпбит вы можете сделать вообще из трех звуков. Главное просто, с моей точки зрения, грамотно использовать разные эффекты, разную автоматизацию, чтобы разнообразить ваш бит за счет всяких переходов, других каких-то моментов. Сейчас мы этим и займемся. Например. Потом вот эту автоматизацию нам нужно продлить на все обязательно. А вторая часть нашего вступительного припева будет, например, вот с этим басом, а не с этим. И выпилим какие-нибудь инструменты. Или наоборот. Сделаем автоматизацию Half-Time, Create Automation Click. И вот здесь его просто выключим. И еще очень важный момент. У нас разные басы, поэтому в конце каждого паттерна нужно сделать его замьючивание. Вот таким вот образом. Ставим минимальный шажок. И убавляем его громкость. Сделаем это для одного паттерна баса. Ctrl-C. Перейдем в следующий бас. Перейдем в следующий паттерн баса. И вставим его сюда же. То есть вообще абсолютно не важно, какой он будет в ноте. Главное, чтобы он был в конце и чтобы он замьючивал все. Например, также мы можем сразу... Давайте сделаем группу ударных. Теперь берем сюда какой-нибудь пресет для Гросс Бита. И сделаем автоматизацию Гросс Бита. Вот сюда. То есть здесь он будет включен. А в остальное время он будет выключен. Например, вот так. То есть мы будем получать такой вот паттерн. И выпилим часть инструментов, например. Или флейту тоже отправим в Гросс Бит. Нормально. Сойдет. Так, опять же, включаем здесь его только в этом месте. Куплет будет вот с этим басом тоже. Только здесь не будет патбаса, здесь не будет этого. И поставим вот так. И здесь халфтайм мы тоже отключим на этом паттерне. Да, отлично. И теперь... Нет, вот так вот. 808 первый бас. Сюда поставим Silent. И чтобы тут было совсем хорошо, сделаем вот так вот. Вот так вот. Давайте здесь отключим эти снейры. Нет. Вот здесь их оставим, а здесь уберем. И оставим только вот эти хеты. Или нет, только вот эти хеты. О, все. Меня несет. И давайте какой-нибудь звук. Ну, вот этот воспользуемся. Этим звуком. И вот этим. Для разнообразия мы можем сделать... Ну, вот так. То есть, получается, мы слышим и оригинальный звук, и звук, испорченный гроссбутом. А потом сюда шарахнем опять наш вступительный припев. Получается, вот такой будет. Я знаю, он звучит еще супермутно, но заметьте, что вообще никаких обработок нет. Никакого баланса громкости. Если мы наберем 2000 лайков, то мы сделаем это в следующем видео. Я сделаю баланс громкости, я сделаю условное сведение, чтобы этот бит зазвучал просто муа! Как конфетка зазвучит этот бит. Главное, лукасов мне наставьте, тогда вы получите сложный сведенный бит. То есть, это будет логичное предложение, как сведение сложного трэпбита. Давайте пока послушаем, что у нас получилось, потому что все-таки это уже финал. И я забыл продлить тут. Вручебаланс, все, теперь все идеально. Слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Видеть видео на моем канале, потому что мне это тоже очень-очень интересно. Сейчас я услышал, что нужно все перебалансировать, что нужно изменить характер звучания первого и 108, чтобы он отличался от второго. Все это мы обязательно сделаем в следующем видео. В любом случае, простите, что долго не было видео. Напоминаю, клауд-курс 1.2 это 3 части. Все 3 части от А до Я. Первая часть по клауду, вторая по трилу, третья часть по трэпу. Также к курсу приложен видеокурс для начинающих. И ссылки на ВСТ и все материалы из курса. Чтобы его заказать, напишите мне. Ссылка на меня в описании. Он стоит 3290 рублей. Напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И огромное вам спасибо, что вы досмотрели до конца этот ролик. И обязательно, обязательно, заклинаю вас, посмотрите вот это видео. Или вот это видео, они не менее, а то и более интересны, чем то видео, которое вы досмотрели. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Жмакните колокольчик. Все. Большое спасибо за просмотр. Пока. С вами был Стас. С вами был Стас.